Посвящается Сергею Донатовичу Довлатову Пару лет назад со мной произошла одна история Дело было в Индийском океане, на одном острове неподалеку от Мадагаскара Всю неделю я ловил волны по утрам, когда океан только просыпался после ночи Он был свежий, волны были гладкие, как стекло И на них мало кто претендовал, кроме таких же ранних жаворонков, как и я Укатавшись на неделю до состояния руки-тряпки Однажды утром я выключил будильник и выспался аж до 7 утра Провалявшись немного, встал, но почему-то не с той ноги Бывают такие дни, что вроде все нормально, а настроение не очень Вот тогда был как раз один из таких Ходил, бродил, занимался делами, а голова как будто в серой туче застряла Похожий на ту, что висят в ноябре над фонтанкой И никуда не хотят улетать, пока не кончится недельный заряд мороси Мой знакомый, веселый итальянец Люка, позвал меня ловить волны после обеда Честно говоря, ехать никуда не хотелось Настроение, стакан наполовину пуст, крепко держало меня дома Но все-таки мы выгребли в океан Океан был солидарен со мной в настроении Волны были разбиты, течение тянуло в другую сторону Ветер сдувал пену с гребней Меня скидывало то с одной, то с другой волны У меня сегодня довольно сильная мигрень, говорил океан Вращая меня в пене в разных плоскостях Спустя час, среди кривых и безобразных стен воды Стали появляться настоящие жемчужины Это длинные, большие и ровные волны, которые приходили издалека Сижу я на доске и чувствую, что как только я вижу на горизонте Темно-синюю полосу, которая движется к нам Мое настроение улучшается Одну уехал, другую Чувствую, настроение лучше стало И чем жирнее и больше идет сет из волн Тем больше улыбку и радость он у меня вызывает Особенно радостно, когда идет пятиметровая стенка И все бешено грибут наверх, а ты ловишь ее И то ли летишь, то ли едешь по ней Как летучая рыба, касающаяся поверхности воды Измывающая воздух Это был замкнутый круг радости серфинга Или может быть кольцо Позже, выгребая к берегу нагрызки хвоста доски Я заметил, что в басе до ушей Океан сломал мою доску пополам Но взамен дал нечто более ценное Два обломка этой доски с тех пор пилились у меня в гараже И я никак не решался их выкинуть Мастер по ремонту досок отказывался браться за ее восстановление И вот, буквально три недели назад Я читал книжку Периодически отвлекаясь и думая о судьбе Сергея Довлатова в Америке И у меня возникла мысль Хм, если он жил в Нью-Йорке, значит наверняка мог бывать на Хони-Айленде Или еще где-то на океане А это могло означать, что он однажды пробовал поймать волну Понятное дело, что при жизни в Ленинграде ему было не до этого Да и сервшков в то время в СССР не наблюдалось И так в голове все это завертело и закружилось И родилась идея сделать Довлатовскую доску Я долго уговаривал мастера склеить эти обрубки И в итоге он согласился попробовать Когда она была готова, я ее немного подкрасил Взял маркер и перенес на нее рассказ Довлатова «Эмигранты» С парочкой иллюстрации Эта короткая история происходит в Новой Голландии Рядом с моим домом в Питере Набережной реки Мойки Место очень любимое мною Так чему это я? Все вещи в жизни – это части большого пазла Картинку которого сразу не угадать И не разглядеть В разбросанных по столу кусочках